Добрый вечер, друзья, приятно, что смотрите. Вам очень повезло, потому что сегодня вы попали уже на вторую часть моей серии спецвыпусков о тайнах мировых разведок. Вот первую часть об истории МОСАДА с офицером армии обороны Израиля Григорием Тамаром уже можно посмотреть на YouTube-канале Дмитрий Гордон. Ну а сегодня с нами экс-шпион и бывший сотрудник первого главного разведывательного управления КГБ Сергей Жирнов. Сергей Олегович, здравствуйте, рад вас видеть. Привет, Алексей, привет всем нашим зрителям. Друзья, сегодня будем говорить на потрясающе интересной темы. Будем говорить об оккультизме, мистике, об опытах над людьми, ну а точнее о том, как последние сто лет секретные отделы спецслужб в нацистской Германии, СССР, да впрочем и современной России пытаются использовать тайные знания для того, чтобы разрабатывать в том числе и оружие и вообще, значит, быть властелинами этого мира. Сергей Олегович с радостью согласился нам в этом помочь, поэтому, друзья, пожалуйста, оцените уже нашу беседу лайком, авансом, а также подпиской на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона и на YouTube-канал Сергея Жирнова. Сергей Олегович, кстати, как там продвижение к вашей цели? Сергей Олегович очень хочет 100 тысяч подписчиков на своем YouTube-канале. Сергей Олегович, ну многие привыкли считать, что вообще только нацистская верхушка во главе, значит, с Гиммлером была культистами, именно поэтому Третий Рейх такое внимание. уделял изучению, значит, паранормальных явлений, поиску всяких секретных мифических артефактов. Однако я вот несколько раз попадал на информацию о том, что в свое время и в НКВД, и в КГБ были такие отделы. К нацистским исследованиям мы еще сегодня вернемся чуть позже. Давайте начнем с того, что нам все-таки территориально ближе. Расскажите, действительно ли были такие отделы в свое время в НКВД или КГБ? Да, действительно, действительно были. Мы о них уже немножко упоминали. Вообще, надо сказать, что на выходе из XIX века и на входе в XX век оккультизм получили огромное развитие. Вот тогда вот люди, которые смотрят, я не знаю, сериалы про Эркюля Пуаро, они постоянно видят, как вот там собираются какие-то аристократы и вызывают там духов каких-то. И вообще во всех тех временах это было очень-очень модно. Люди обожали этим заниматься. Люди, в принципе, обожают заниматься всякими секретными делами, какими-то оккультными вещами, которые недоступны простым смертным. И поэтому тяга такая к этому совершенно нормальна. А у секретных служб это надо умножить на 10. Потому что секретная служба сама по себе уже секрет. То есть вот мы говорим о теориях заговоров. И по этому поводу, это мне очень нравился тоже еще один американский фильм, в котором говорили, враг государства назывался, в котором, значит, там бедный адвокат, за ним начинает охотиться вся машина спецслужб американских. И ему помогает такой бывший, очень странный человек, бывший сотрудник спецслужб. И на определенном этапе тот его спрашивает, ну вот как там, теория заговоров. Он говорит, никаких не теорий заговоров. Вот они там заговорщики, типа, а я вот настоящий деятель заговоров. Потому что любая спецслужба, это на самом деле секретный заговор. Да, вот и КГБ, и ЦРУ, и любая спецслужба, способ работы, способ достижения цели любой спецслужбы, это секретно осуществить какой-то план, в результате которого у вас появится какая-то там информация, или вы кого-то там совратите работать на себя, или кого-то придать страну, придать свою родину, свое государство, свою фирму, свою жену, свою семью, кого угодно. То есть, в принципе, люди, которые работают в спецслужбах, они предрасположены к этому. И, соответственно, когда была Великая Октябрьская социалистическая революция в октябре 1918 года, пришли большевики, ну, они вообще-то, по идее, там, строили коммунизм. И коммунизм строили, кстати, атеисты. То есть, они говорили, что вот все до нас были совершенно сумасшедшие какие-то люди, какие-то религиозные, вот все это, что-то было такое там Иисус, не Иисус, там, это вот ерунда какая-то. А вот мы люди так, прагматики, такие, реально стоящие на земле, и мы будем строить коммунизм как науку. Это вот не религия, а наука. На самом деле, конечно же, они строили точно такую же религию, как и христианство. И поэтому, когда 20 декабря 1917 года они создали ЧК, вне судебную систему для того, чтобы разбираться со всеми, кто с ними был не согласен, довольно быстро, там тоже стали заниматься какими-то не совсем нормальными вещами. Но это приписывают Глебу Бокию, который был начальником Петербургской ЧК, довольно такой известный лидер чекистский, среди чекистов. Кстати, в качестве маленького анекдота, в фильме «Бриллианты для диктатуры пролетариата» Глеба Бокия играл мой полный тезка Сергей Жирнов, который был актером театра, я уже забыл, он какой-то мой троюродный брат. И мы с ним постоянно, кстати, у нас были с ним странные вещи, потому что мы ходили оба работать на Шабловку, я на французскую передачу, а он записывал передачи литературные. И он всегда брал мой пропуск, я приходил, мне говорят, а ваш пропуск уже выдан, вот мистика уже здесь начиналась. Я говорю, ну вот он я, я никуда не ходил. Они говорят, нет, нет, только что пришел какой-то человек и взял ваш пропуск, то есть вы уже ушли. Вот это так для смеха. Кстати, Сергей Олегович, я просите на секундочку, вы в прошлый раз столько отсылок к фильмам делали в нашей беседе, все разгадали, я смотрел в комментариях, угадали, собственно говоря, все, поэтому вы, пожалуйста, когда сегодня будете вспоминать фильмы, вы название не говорите, у нас теперь такая игра уже традиционная, вот, а наши зрители будут пытаться их угадывать, благодарю. Хорошо, но вот с диктатурой бриллианты для пролетариата уже мы пролетели, да, потому что я назвал, к сожалению, этот фильм. Ладно. И, значит, этот самый Глеб Бокий, он такой, он очень интересный человек был, он был аристократ, он был очень значительный человек, он был очень образованный человек, и ему поручили создать спецотдел в ЧК. И вот все считали, что, да, довольно долго считал, что спецотдел, это как раз спецотдел, который занимался всякими там оккультными делами, мистикой и прочими всякими делами. На самом деле там он занимался прикладными вещами, кодированием, связью, получением документации, циркулированием документации, перехватом, радиоперехватом, пеленгованием, то есть вот такими всякими вещами. Но там был как бы подотдел или секция, которая стала заниматься вот какими-то такими, ну, скажем так, сверхчеловеческими способностями, потому что ему рассказали, там был некий там человечек, не суть важна даже, как его там фамилия, который просто запутал им мозги, запутал мозги Глебу Бокию прежде всего. А Глеб Бокия пригласил его прочитать лекцию вот об этом вот, о влиянии, о малых полях, о слабых полях, о том, как можно передавать мысли на расстоянии, как можно влиять на человека. И он прочитал лекцию такую замечательную на коллегии ГПУ, а потом даже там на каком-то там собрании перед руководящим составом, что все там обалдели, все задрожали, сказали, слушайте, а зачем нам вербовать какую-то агентуру, да, если люди, которые, если есть люди, которые умеют читать мысли на расстоянии. То есть все это вот для нас, это все, это вот наше, да, потому что мы секретная служба, они секретно, значит, у кого-то там могут считать мысли, и давай мы к себе возьмем этого человека. Его взяли, он образовал там какую-то секцию, эта секция занималась на полном серьезе вот изучением всей этой паранормальной фигни. Вот, к этому довольно скептически относился Сталин, как выясняется, да, то есть вот говоря, с одной стороны, вроде бы он к себе как-то выдернул аж прямо из Белоруссии Мессинга, и тот думал, что его уже все, ну, такой был экстрасенс и экстра, как это называется, гипнотизер, и странная фигура, потому что такой полумифический, полубандит, полу-такой, полу-странный человек, которому место в тюрьме больше, вот, полумошенник, вот, и Сталин его выиграл. В общем, как в свое время был Распутин, да, вот, на самом деле прошло там не так много времени, вместо одного человека, который вот имел такой образ, появляется уже другой, и тоже вхож, так сказать, во властные кабинеты. Да, это вот в те времена, значит, до революции, потом при Сталине, при Брежневе, мы знаем, что Брежнев консультировался с Джуной, и там у него были там люди, всякие экстрасенсы, и, кстати, в составе КГБ было управление, которое работало официально, оно было уже с 1987 года, на уровне управления, там работало 50 человек, жуткий совершенный ему бюджет был, 4 миллиона долларов, они все там получили, там руководитель получил его генерал-лейтенанта, квартиру в Москве, то есть там все, они катались просто как сыр в масле, потому что, естественно, причем это, вы знаете, замечена такая вещь, что склонность к оккультизму сопровождает, вот чем хуже дела идут в реальной жизни, тем больше у людей есть потребность к оккультизму, потому что, грубо говоря, если у вас все хорошо, да, вот если вы там работаете, у вас есть фирма, зарабатываете баксы свои, там катаетесь на майбахах, строите себе виллы, то нафига вам нужен этот оккультизм, да, так сказать, все конкретно, все прагматично, все вполне реально, а вот если этого ничего нету, или, допустим, у вас все было, и вдруг начались какие-то проблемы, да, и вот тут вот от чего эта проблема, а это сглаз, да, а это порча, а это кто-то там мне гадит, и все, и пошли, значит, нужно посоветоваться с людьми, знающими, они шепнут, куда цыганки, гадалки, шаманы, вот отсюда у Путина, кстати, вот это увлечение, это вот явно совершенно его третий срок и уж точно совершенно четвертый, то есть потому что третий срок у него начался очень плохо, да, он начался с болотной, он начался с заговора кремлевского там Димы Медведева, который чуть его не посадил в тюрьму и не расстрелял, вот, и когда он вернулся, он, так сказать, восполагодарил Бога, вот отсюда, кстати, Тихон Шевкунов, который до этого был там маленьким каким-то человечком, кстати, тоже очень интересный человек, да, в гиг закончил, потом ушел в какие-то там монахи, ходил там с длинной бородой, вот, потом прикрепился к Путину, и сейчас аж митрополит и член священного синода, и будущий патриарх вполне возможно, да, если там патриарх другого не назначен, хотя говорят, патриарх хочет Иллариона назначить, митрополита, вот, ну ладно, мы отвлекаемся, вот, в общем, все обожают... Давайте еще про Путина закончим, то есть вся вот эта вот любовь к шаманизму как раз у него началась в момент, когда, ну, политическая деятельность, так сказать, ситуация в стране, она начала ухудшаться, да, я правильно вас понял? Да, да, обычно, когда вот ухудшается дело, когда все идет хорошо, тогда, ну, как бы он тогда советовался, он ходил к самым старцам, но он больше советовался почему, потому что он не мог понять, ну, как вот он, Путин, никчемный, абсолютно человечек, ну, абсолютно я бы не сказал, потому что, ну, средний человек, да, потому что у него все-таки способности есть, потому что говорить он умеет, там, держаться он умеет, молодой, красивый, там, я не знаю, там, спортсмен, там, и так далее, все дела, по сравнению, конечно, там, с Брежневым, с Андроповым, там, я не знаю, с Ельциным, с тем же самым, да, Путин, в общем, был в шоколаде, вот, и он понять не мог, ну, как ему доверили, как на него свалилась такая огромная страна с большой ядерной кнопкой, и вот, и очень хочется, хотелось ему нажать, кстати, на эту ядерную кнопку до сих пор, вот, и он не мог понять, что у него происходит, и поэтому он хотел задобрить эти силы, чтобы, типа, ребята, вы мне дали вот эту ручку управления, ни в коем случае не отбирайте, потому что я разберусь тут, я, конечно, не понимаю ни хрена, ну, потихонечку разберемся, вот, и вот для этого ему нужны были оккультные силы, но тогда еще он игрался в православие, тогда он еще игрался вот с Шевкуновым, с монахами, он ездил там на Валаам, он ездил в Псковский монастырь, он ездил на гору Афон, то есть вот у него был такой период православно-мистический, а дальше, когда все начало ухудшаться, война в Грузии, ему, он стал вторым лицом, а вторым лицом, когда ты был первым лицом 8 лет, очень неприятно быть, это вот люди не представляют, что такое быть, для спортсменов, для артистов или государственных деятелей самое худшее место – это номер 2. Вот люди не понимают, они думают, ну как же, ну ты там все равно при власти, ты все равно на вершине, вот если ты был номером 1, то стать номером 2 и смотреть еще к тому же на полного идиота Медведева, который номер 1, да, и вот ему там поклоняются там, и вот у Путина начались сомнения, и вот эти сомнения, конечно, усиливались, потом он, в принципе, он человек закрытый, то есть он, в принципе, подвержен, у него комплексы неполноценности, и таких людей, такими людьми, на самом деле, очень легко манипулировать, потому что, естественно, все эти истории с секретными обществами, сообществами – это в основном все-таки манипуляция, да. Люди есть, безусловно, есть люди, у которых есть необъясненные способности. Тут я отрицать не буду, я вообще обожаю всю эту тему, вот, но, как вы сами понимаете, настоящих ясновидящих, их там раз-два и обчелся, да, это как вот настоящих шпионов, да, а вот ФСБ, у которых там, их там 200 тысяч оперов сидит, им надо каждый день насильно ловить шпионов, а их нету настоящих, вот они ловят, значит, придурков каких-то, да, и бедных несчастных студентов, и бедных несчастных ученых, и бизнесменов. Ну, понятно, что нужно каким-то образом оправдывать свое существование, да, то есть, если ты получаешь деньги, ты должен объяснить, за что ты их получаешь. Да, ты должен объяснить, за что ты получаешь. И, в общем, у Путина, конечно, вот, когда все началось, ну, совсем плохо, то тут попался ему Шойгу под руку, а Шойгу, он хитрый парень вообще-то, да, потому что вот он понял, что он, очевидно, почувствовал, что у Путина есть тяга к этому делу, и когда они там первый раз, наверное, поехали с ним в тайгу, когда Путин с Шойгу поехали в тайгу, то там, может быть, для смеха там где-то Шойгу сказал, ты знаешь, вообще-то у нас тут бурятия, тут у нас тут шаманы всякие, вот если там тебе любопытно, давай вот я тебе там покажу обряд какой-нибудь там и так далее. И, судя по всему, Путину, а, это понравилось, и, б, у него что-то там после этого произошло нормально, да, что-то вот было плохо, наверное, да, а потом раз и стало хорошо. И тут он сказал, во, это вот оно, это вот они, да, потому что, ну, мы сами понимаем, в жизни всегда вероятность 50 на 50, получится, не получится, а вот там получилось, да, и все, и он в это поверил, и дальше Шойгу с ним стал главным человеком, вот он его назначил там министром обороны, и самое главное, он бросал всех и езжал, и уезжал каждый год в эту тайгу с Шойгу, к шаманам там вот туда, и вот. А, конечно, разведки, разведки всего мира тоже, безусловно, занимаются всей этой тематикой. Почему? Вот когда я это говорю, там люди начинают смеяться и говорят, ну, что ты чушь какую-то несешь? Давайте вот просто, опять же, чисто прагматично, да, вот, допустим, приходят какие-то люди и говорят, мы видели летающие тарелки. Черт его знает, есть они или нет их, да, но государство не может себе позволить не выяснить, есть они или нет. А для того, чтобы выяснить, есть или нет, у государства есть только один способ, создать какую-то структуру, которая будет заниматься изучением этого, этих явлений. И в советском государстве, в котором все секретно, в котором все, так сказать, схвачено спецслужбами, конечно, это произведение, есть там Академия наук, есть какие-то люди, которые там просто там околофизические явления там изучают, вот, но это все на уровне анекдотов, да, вот, а спецслужбы не могут себе позволить сказать, что, отмахнуться от этого и сказать, да вы ерунду какую-то рассказываете, да, тем более, когда, допустим, там в Челябинск, раз там и прилетает метеорит, от которого окна во всех домах выбивает, и никто не знает, что это такое и как не сработало, а почему не сработало ПВО страны, когда летел этот метеорит, вот, и там отвечать за это надо, вот, и, короче, в общем, во всех этих, во всех спецслужбах есть, безусловно, отделы, которые занимаются мистикой, которые занимаются паранормальными явлениями, которые изучают гадалок, колдунов, шаманов, читателей мыслей, конспирологов и кончаются, конечно, зелеными человечками и летающими тарелками. Ну, вот, кстати, я даже знаю про секретный проект, аналог, ну, собственно говоря, вот такой же был и в Америке по изучению древних инопланетных и земных цивилизаций, значит, вот, ну, по крайней мере, вот такую информацию я нашел, что был создан он по приказу, собственно говоря, председателя КГБ СССР Андропова, вот, назывался он РОМ, вот, папки маркировались кодом Орион, и достаточно долго существовало это подразделение, но в итоге было закрыто, возможно, из-за того, что не смогли показать эффективность. Однако на сегодняшний день вероятно, что такие отделы все еще существуют, потому что новые ведь свидетельства, там, о тех же, там, каких-то объектах, которые не могут пока объяснить их природу, существуют до сих пор. Логично же, наверное? Да, логично. Я думаю, что обязательно такие подразделения существуют, потому что по той же самой причине, потому что, вы знаете, причина абсолютно, это просто перестраховка. Это даже вот для бюрократа перестраховка, потому что, ну, так сказать, назначить там 10-15 человек платить им зарплату от этого не убудет организации, да, а вдруг выяснится, что все это есть. И с него тогда спросят, а как ты сделал, что ты никогда не занимался, и вообще мы ничего тут не знаем, да, а почему в ЦРУ есть, а у нас нет, да, а почему в МОСАДе есть, а у нас нет, вот. И по этому поводу для бюрократа это чистая перестраховка, и, безусловно, это, конечно, все-таки интересно, потому что вот для шпионов, да, вот мы уже сказали, нафига нужно... Хотя, с другой стороны, это, кстати, вещь, почему они этим занимаются, занимаются очень прохладно, потому что иметь надо. А вы представьте себе, что вы находите человек, который реально читает мысленное расстояние. Так, значит, надо надо все это ясенево выгонять в задницу всех этих там 10 тысяч бюрократов, которые ничего не делают, оставить этого одного единственного человека, и он будет вам читать на расстоянии секретные документы в папочках Байдена в Белом доме. Но, с другой стороны, честно говоря, может быть его легче и правильнее вообще просто убить сразу, потому что неизвестно, чьи мысли он еще может прочитать, и какие государственные тайны уже нашего государства выведут. Тут есть и другая опасность. Вы знаете, да, это абсолютно серьезная вещь, потому что, кстати, наверное, кого-то и убивали. Потому что вот когда... Я так думаю, что вот там Сталин убил бы, да. Ну вот хотя Мессинга, он там с ним поговорил, может, он его немножко испугался, но Сталин был мистическим человеком, потому что он же в семинарии учился, да, он такой там на попа готовился, вот, и по этому поводу он понимал, что там совсем уж там вот таких сильных людей убивать нельзя, потому что хрен его знает, что из этого потом выйдет, потому что обратно может приоритет. Вот, да, он все-таки изучал Иисуса Христа, и он понимал, что вот можно в обратную сторону приоритет что-нибудь. Вот, ну, а изучать это надо, но я с вами согласен, что если у человека реальные способности, то самая главная проблема будет заключаться в том, а как его контролировать, потому что там же есть боязнь, что, а вот представьте, он там войдет к Путину, и его там заколдует и скажет, Володя Путин там это самое, вот сейчас выводи войска из Украины, да, и все. И вот выходит Путин такой, с открытыми глазами к народу и говорит, я понял... Была же история про Мессинга, который попал к Сталину, обойдя охрану. Поэтому, да, если Путин в какой-то момент выйдет резко и скажет, что я вывожу войска из Украины, я не знаю, так что, стоит сразу думать, что, значит, скорее всего, какой-то очередной экстрасенс пробрался, да? Вы знаете, если Путин выйдет и скажет, я вывожу войска из Украины, значит, это либо экстрасенс к нему прозрался, либо это двойник Путина, да, потому что Путин этого сказать не может. Вот когда выйдет Патрушев и скажет, у Путина состоялся сердечный приступ, и поэтому, извините, вот он мне передал свои полномочия, я вот вывожу войска из Украины, тогда мы этому поверим. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Давайте перенесемся во Вторую мировую. Очень много, конечно, историй, связанных с тем, как нацисты изучали, собственно говоря, и паранормальные явления. Вот в этом контексте, конечно, хочется поговорить о организации, о структуре, которую создал, в общем-то, идеолог Холокоста Гиммлер. Говорят, что на самом деле сам Гитлер хоть и был подвержен определенным влиянием того же оккультизма, но все-таки самым главным человеком, который лоббировал, так сказать, изучение вот этих всех явлений, был именно Гиммлер. И, значит, была создана на основе СС организации ННРБ. У них там были вообще замечательные отделы, значит, помимо прикладных, то есть просто отдела математики, отдела, не знаю, изучения сельскохозяйственных культур. Были также и отделы, например, значит, отдел астрономии, который изучал ННРБ, отдел оккультных наук, отдел Эйч, который изучал ведьм, и каталог насчитывал около 30 тысяч формуляров. Это, ну, все не вымыслы, то есть это действительно задокументированные вещи. Также занималась как раз ННРБ вот этими всеми своими командировками, поездками по миру для того, чтобы найти артефакты для мирового господства. Вот можете рассказать об этой стороне деятельности ННРБ, потому что очень любопытно. Я понимаю, тут огромный массив информации, но, может, вы выделите какие-то моменты. Спасибо. Да, естественно. Это интересная, чрезвычайно интересная организация. И, конечно, ее, вы правы, здесь нам не только одной, там, нам и двух, и трех передач не хватит, если действительно туда влезать по-серьезному, со всеми деталями. Тем более, что ННРБ вообще формально было создано в 35-м году и процедуровало до 45-м, или в 33-м году, я не помню уж точно. Но самое главное, что она же возникла не на пустом месте. То есть у немцев была организация Тули, которая была создана в 1918 году, и вот у нее уже, ее символ была свастика. Правда, немножко не та свастика, которую потом взяли, потому что там есть две свастики, есть круглая свастика и есть квадратная свастика. Вот, ее создал Герман Вирт, и там было у нее несколько людей, которые занимались этим делом, и нацисты очень быстро с ними срослись. Причем там получалось так, что вот эта Тули, она пришла, как бы заинтересовала нацистов, а нацисты стали ходить на их лекции, стали ходить на их собрания. Вот, и там говорят, что там практически все нацисты были членами этой Тули сначала. Вот, потом ее, кстати, ее расформировали, потому что там были нацисты, когда уже создали НСДАП, то они, так сказать, не очень хотели иметь конкурентов, потому что вот, допустим, только еще Белбахтер, это был журнал, который купила вот эта организация Тули для того, чтобы публиковать свои работы. А потом нацисты... Там в двух словах, Сергей Олегович, можете рассказать? Насколько я понимаю, там же как раз вот эта Тули и пропагандировала всю эту чистоту арийской расы, наследство от, там, чуть ли не атлантов, там, или, значит, каких-то... Там у них несколько было теорий, да, но вот там основная теория, конечно, да, это вот нордическая раса. Хотя, кстати, нордическая раса, вот то, что мы по 17 мгновений весны характер нордические стойкие, да, знаем все. Это в советское время, кстати, мы вот так вот выучили существование всего этого дела. И когда Анненербе существовало, ее взяли под крыло СС, это было все гораздо позднее, потому что сначала, сначала, они вообще говорили о индо-европейской нации или о индо-нордической нации, да, потому что они еще смотрели вот туда, на восток, на Тибет, в Гималайи, Шамбала, там и прочие всякие вещи. Кстати, Глеб Бокий туда тоже, в Шамбалу, в Тибет, в Тибет организовывал экспедицию, чтобы искать, значит, эту самую Шамбалу. То есть, в принципе, они все искали одно и то же. Они все искали священный Грааль, они все искали священные места на Тибете, в горах... В Крыму, кстати, нацисты искали священные места. Про это я, про это, кстати, Сергей Олегович, давайте чуть позже прям подробно поговорим, потому что там очень интересно. А Шамбала, сейчас одну секундочку, это вот вы говорите в Тибете, это какая-то местность, да, насколько я понимаю, можете позвольствовать? Да, это какая-то местность, в которой якобы там, вот если там оказаться, то там можно найти какие-то истоки, какие-то силы, какие-то возможности для того, чтобы реализовать... Ну, самое главное, власть, конечно, потому что все ищут в итоге, то есть, ну, йоги, конечно, вот там, я не знаю, там в Индии, конечно, они ищут вопросы самореализации, понимания мира, там, мироощущения и так далее. Вот, а нацисты, конечно, искали прежде всего возможность доминирования над миром, то есть им главная была манипуляция людьми, то есть понять какие-то секретные вещи для того, чтобы потом их прикладывать в своих, в своих реальных, значит, реальных проектах государственных. Вот, и поэтому, кстати, в этом смысле нацисты, я считаю, пошли дальше всех в отношении всех этих оккультных наук, потому что вот у них тут совершенно... Они же немцы, да, они же не могут там это просто вот там поговорить там за шашлычками, да, выпить бутылку водки и разошлись. Нет, если уж они немцы, то они обязательно создают организацию, устрою с финансированием, с замком, который будет их построить, там, всяких там зал, соответствующим образом их декорируют, навезут артефактов со всего мира, тем более, что, значит, когда началась война, можно было грабить музеи всего мира, значит, соответственно, ну, по крайней мере Европы, да, свозить туда артефакты, плюс эта теория, значит, теории две. Ну, с одной стороны, вот это индийские какие-то вещи, да, а с другой стороны, конечно, нордические, то есть Скандинавия и там вот какая-то там, вот вы говорите, да, Атлантида, но Атлантида неизвестна где, потому что Атлантиду в Атлантическом океане искали, а потом ее искали, кстати, в Средиземном море, то есть совершенно непонятно, где она была на самом деле. Географически, кстати, ее совершенно никто не может сказать, где она вообще существовала, поэтому ее можно искать где угодно. Вот, ну, они, безусловно, конечно, все-таки исследовали руны там какие-нибудь скандинавские, да, отсюда, кстати, вся готика, вся мифология, вся и мистика, и знаки, которые они использовали, отсюда, кстати, вот эта эсэсовская эмблема от, ну, как гром и молния, да, значит, от бога Тора, вот, ну, из скандинавского эпоса и так далее. То есть вообще, на самом деле, вот, абсолютно вы правильно сказали, что они создали институт, абсолютно такую большую организацию, ее поставили под, значит, Гиммлер ее взял, потому что она, ее создал не Гиммлер, создали ее не эсэс, создали ее какие-то левые люди, потом она даже впала в немилость, потому что у Гитлеров все-таки к этому было довольно критическое отношение, потому что я так думаю, что он боялся конкуренции, да, потому что он же, он же себя выдавал за бога, то есть фюрер нации – это бог, да, а зачем ему надо искать какого-то еще бога, от которого он якобы там пошел, да не надо никакого бога, вот я вот у вас есть и все, вот поэтому он, кстати, довольно скептически к этому относился, и, кстати, Сталин по той же самой причине относился скептически к этому делу. И, кстати, вы знаете, даже Путин к этому относился, вот почему они не создали какую-то организацию такую же, как Аненербия при Единой России или там при ФСБ или еще где-то, ну там есть какая-то структурка, но она маленькая структурка, а Аненербия – это была большая организация, там они все стали не член, там десятки тысяч членов, вот вы процитировали название отделов, это там только пять отделов, а их там было сорок пять отделов, там чего только там не было, там, если мы начнем цитировать, у нас по передаче уйдет просто на перечисление названия этих отделов. Вот, ну и они, конечно, делали экспедиции, да, вы правильно сказали, что были экспедиции на Тибет, были экспедиции в Скандинавию, были экспедиции, кстати, к нам в Карелию, ну то есть в Финляндию, да, потому что Карелия – это все-таки сваромная часть Финляндии, вот, и были экспедиции в Крым, были экспедиции в Латинскую Америку и были экспедиции, потом они также их интересовали в вопросах пирамид, Египта, античности, греков, римлян, еврейской религии, ислама, все это дело их интересовало в огромной степени. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги, но уже осталось немного, слава Богу, на сегодня немного. Давайте тогда, Сергей Олегович, если уже про экспедиции заговорили, расскажите, а что так заинтересовало нацистов в Крыму в свое время? Кстати, любопытно, что сейчас оккупанты тоже очень активно что-то копают, полуостров, и там сейчас раскопок проводится больше, чем в свое время проводилось даже на территории, ну, когда Крым был под контролем киевской власти, а также даже чем в Советском Союзе, в общем, что там очень интересное должно было быть спрятано, потому что действительно нацисты прям туда, вообще, ну, там нацисты, насколько я знаю, планировали, что там курорт будет вообще для нацистской верхушки в свое время, туда даже деревья специальные какие-то, арийские завозились, вот, но очень много искали. Что? Да, Крым вообще это не курорт, это такое поселение, остров для избранных должен быть, то есть они хотели вывести все коренное население, истребить там, не знаю, оставить только арийцев, вот, а искали они, значит, было какое-то предание, что там было некое готское царство или готское королевство, и, значит, вот пытались они найти истоки какого-то готского королевства или царства, но до этого еще были, естественно, там, конечно же, были греки, и там были римляне, и там были турки, и там была Византийская империя, а до этого и между ними там тысячу лет было татарское ханство, вот, и, в принципе, конечно же, вокруг этого дела там были какие-то артефакты, золото, красивые безделушки, вот как Путин там, Путин достал амфору, да, вот из этого среднего, из Черного моря, где-то там недалеко, вот, и немцы тоже искали какие-то эти амфоры, ну, в общем, ничего не нашли в итоге, ну, по крайней мере, до нас не дошли никакие документы, никаких результатов не было, то есть сказали, что да, поиски были, да, готовились они сделать, то есть больше, в общем, потом такая материальная часть осталась, что просто хотели сделать, вот, как вы говорите, такую землю обетованную, значит, типа курорта для арийцев, вот, а что наши теперь ищут, вы знаете, я, вот у нас так совпало, вот мы с вами немножко попереписывались перед нашей передачей, да, и вот прозвучал остров-полуостров Крым, слово, и бац, я включаю YouTube, а вчера у Марка Фейгина, то есть вот мы с вами сегодня пишем это в субботу, да, значит, в пятницу 28 апреля у Марка Фейгина был Андрей Космач, да, и он там вообще сказал, что Крым – это вот то место, где зарыта иголка Кощея, потому что там есть Карадаг, Черная гора, и вот, возможно, чего-то там рядом с Феодосией, значит, они чего-то там ищут, но на самом деле там еще есть вполне не мистическое, таинственное, секретное, но не мистическое объяснение, потому что об этом, кстати, рассказал Глеб Пьяных, который там служил, он служил в ракетных войсках стратегического назначения, и он знает, что там в Феодосии есть в горе, есть пещера, в которой хранилось советское ядерное оружие, которым оборудовали военно-морской Черноморский флот, и там одно из национальных, 12 национальных хранилищ главного, 12-го главного управления Министерства обороны, прорыты тоннели в горах с несколькими выходами, и вот, послушайте, он тоже про это дело рассказывает, найдете его передачи, и вполне возможно, что вот они как раз, может быть, там размещают какое-то ядерное оружие, или там советские, или снова возвращают туда советское ядерное оружие, вот, а прикрывают все это дело поисками, раскопками, и вот отвлекают нас на мистецизм, и мы думаем, что они ищут Грааль, а они на самом деле занимаются вполне прикладными вещами. Если возвращаться к Анненербе, все-таки хотелось бы больше узнать там о деятельности, в том числе не мифической, то есть чем занималась организация, если говорить на практике, потому что понимаем, что военная составляющая там тоже была существенная. Там была военная составляющая, ну и самое известное из того, что они курировали, это были, конечно, сверхоружие, то есть Фау-2, Фау-1, вот они этим занимались, я не видел нигде, или просто не нашли руки, что они занимались ядерными исследованиями, не знаю, участвовали они в этом или не участвовали, но дальше, естественно, они проводили всякие опыты на человеке, потому что вот все-таки мистика, способности человеческого тела, и, соответственно, там, все вдоученые и медики, которые под ними ходили, они производили опыты над людьми, и, причем, естественно, производили их там, где этих людей было много, и где можно было заниматься всем чем угодно, а именно в концлагерях. Вот, и они исследовали какие вещи? Например, заморозку тела, и там, ну, я так понимаю, что они хотели понять, вот если там фанабиоз, возможность там заморозить человека, а потом разморозить, и он будет живой, вот как лягушки это делают, да, вот, потому что мы все хотели быть как лягушками, да, вот там на зиму, раз, ты превращаешься в ледышку, и все, а потом весна пришла, солнышко пригрело, лед растаял, и ты там квакнул, и побежал дальше, вот, и я так думаю, что они этим делом занимались, ну, естественно, занимались это, конечно, на живых людях, и поэтому чего они только там не делали, и нужен был концлагерь, потому что там люди орали совершенно, потому что там об этом все делали, ну, грубо говоря, их резали по-живому, да, и что только не делали для того, чтобы понять пределы человеческих возможностей. Вот вы еще о замке вспомнили, в котором свозились артефакты, можете подробнее рассказать, потому что, насколько я понимаю, тоже это как такое место значимое было, собственно говоря, и мистическое с точки зрения того же Анны Нербы, расскажите, пожалуйста, подробнее, там, на самом деле, насколько я знаю, да, там сам, собственно, Гиммлер себе устроил прям такое как святилище с каким-то залом, с рунами туда привозили чуть ли не копию, значит, этого копья судьбы, которым якобы убили Иисуса Христа на кресте. Ну, это там не якобы, якобы не ябково, но вроде бы настоящий, да, действительно, это тоже был один из артефактов, который их интересовал, вот, а сам замок, вы знаете, ну, вообще-то, вообще-то это просто красиво, потому что мы все понимаем, что для проведения какой-то, какого-то красивого обряда нужно соответствующее место, да, в церковь они ходить не хотели, потому что, в общем, они не очень, Гитлер плохо относился к католической церкви, считал ее, так сказать, местом, которым владеет иудея, и, соответственно, значит, к ним относился очень плохо, к протестантской церкви относился немножко лучше, но они же его критиковали, да, опять же, вот, 17 мгновений весны, пастор Шлак, мы понимаем, что использовать-то они их использовали, но в тюрьму сажали церковников, вот, и поэтому, в принципе, Гиммлер хотел вообще создать новую религию, да, то есть вот его, такой вот его взиком было, значит, создать новую религию для новой нации, и, соответственно, нужно было какое-то место, понимаете, это, кстати, абсолютно рациональная немецкая вещь, да, это вот как вот святые места, паломничество есть, там, Мекку, там, я не знаю, там, Медину, как есть Иерусалим для христиан, как есть какие-то, я не знаю, там, монастыри Нового Афона для православных, так вот этим эсэсовцам им нужно было создать тоже какое-то место, и поэтому было создано, вот они нашли этот замок Вевельсбург, и, соответственно, его там оборудовали, плюс это, к тому же, неплохая недвижимость, хорошая, значит, можно туда приехать, там, красиво отдохнуть, поесть, попить, провести какие-то там обряды, ну, там, зал оберфюреров и группенфюреров СС, значит, соответственно, там, избранные люди, то есть это своя такая организация, и вообще СС, это довольно интересная организация, потому что она же, это новая аристократия, да, это нацистская аристократия, то есть она строилась по тем же принципам, как и рыцарские ордена Средневековья, просто вот из лавочников можно было перепрыгнуть сразу в аристократы, и все было замечательно, и все прекрасно, и таким образом сразу себе и форма красивая, кстати, форму шил им знаменитый Хуго Босс, который, фирма, которым существует до сих пор, вот, нацистскую форму. Ну, а большое количество госзаказов получали и БМВ, между прочим, насколько я знаю, и Симмонс сотрудничали с нацистами. Да, ну, практически все немецкие крупные фирмы, которые мы сейчас знаем, они существовали еще уже тогда, и они все сотрудничали с нацистами, и, кстати, Анненербе, они давали, потому что она существовала, ну, во-первых, на населенские взносы, во-вторых, какие-то были взносы из государственной казны, и плюс Гиммлер, он тоже хитрый был мужик, он создал вокруг себя круг друзей Генриха Гиммлера. Это организация такая была, да, хотя я вот удивляюсь, как ему Гитлер это позволил, да, потому что все-таки это такой вот в нацистском рейхе, ну, хотя Гитлер, он спокойно относился к конкуренции, потому что все-таки у них был и Геринг вторым человеком, нацией номер два, официально, да, заместитель фюрера и преемник фюрера, если что, да, то есть вот в принципе Гитлер себя все-таки не считал абсолютно уникальным человеком, вот у Сталина не было никакого преемника, да, там у Путина нет никакого преемника, вот, а Ельцин и Гитлер они спокойно относились к своим преемникам, у Ельцина их было там до 30 тысяч человек, и ни одного, ни одного не угадали, и в итоге стал тот, на кого мы никогда подумать не могли. Хотелось бы понять, понимаешь, говорю, что очень много интересных аспектов, но мы все-таки ограничены во времени, и я знаю, что сегодня у Сергея Олеговича будет еще диалог традиционный с, расскажите сами в двух словах, может быть, наши зрители, после того, как посмотрят нашу беседу, перейдут к вам на канал и посмотрят вашу рубрику еженедельно. Хорошо, каждую неделю с июля 2021 года я делаю обзоры недели с персонажем, который называется генерал СВР, во-первых, это YouTube канал, во-вторых, это Telegram канал, и человек, у которого нет лица, которого мы знаем только по голосу, который представляется как Виктор Михайлович, и генерал-лейтенант службы внешней разведки Российской Федерации. Насколько, мы никто не знаем, где он находится, значит, над ним, его враги издеваются, говорят, что это адвокат из Харькова, по этому поводу на самом деле все это разоблачено, что на самом деле все это не так, потому что вот сейчас в Харькове искали этого адвоката, не нашли, и, конечно, не с ним я это делаю, но просто у этого человека немножко южный акцент, вот такой же примерно, как был у Горбачева, поэтому говорили, что, может быть, он украинский, украинские корни какие-то, и с ним мы каждую неделю записываем анализ недели, и записываем обычно по субботам, по вечерам. Ну, кстати, украинские СМИ очень часто ссылаются на телеграм-канал «Генерал СВР», он достаточно популярный, многие его читают, поэтому, друзья, полюбопытствуйте, посмотрите беседу Сергея Олеговича с «Генералом СВР», вам обязательно понравится. Раньше только украинские СМИ на него ссылались, и российские, а теперь на него «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» ссылаются целыми днями, а меня тут, поскольку я делаю с ним, у меня постоянно домогаются какие-то международные организации, японское телевидение, устройте нам интервью с генералом СВР. Я все это передаю, а дальше решать ему, кому он дает интервью. Сергей Олегович, ну, продолжение. Значит, понимаем, что после поражения нацистов с всем этим объемом информации, которые собирали Анненербов, в том числе, там были научные, конечно же, там исследования, но и изучение вот этих тех самых, значит, мистических каких-то вещей, они должны были, ну, не все же они были уничтожены, вот замок, о котором мы сегодня говорили, замок Гиммлера, да, он был подорван, но наверняка нацисты все-таки люди прагматичный народ, да, вряд ли бы они подорвали это все вместе с замком. Возможно ли, что потом вся эта информация перешла в руки спецслужб союзников, потом получалось ли вербовать тех, кто работал в этих секретных отделах, они ведь, опять-таки, ну, кто-то попал под трибунал, кого-то отправили в тюрьму, ну, кого-то же наверняка завербовали эти знания, которые собрали Анненербе, ну, 10 лет, грубо говоря, да, они, скорее всего, перешли в руки других спецслужб, конкурентов? Да, я думаю, что охота, охота за ними была, может быть, они какие-то свои самые ценные артефакты вывезли, потому что, естественно, они предусматривали вариант того, чтобы все это дело накроется медным тазом, отсюда проект Одесса, да, отсюда вот эмиграция в Южную Америку, что-то, может быть, им удалось вывезти в Южную Америку, но, безусловно, все, что немцы сделали, нацисты сделали во время, до Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, так или иначе, было разделено между союзниками, и все этим делом занимались, и все вывозили, во-первых, заводы вывозили и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Франция, и Англия, вывозили ученых, вывозили все, что можно, технологии вывозили, патенты вывозили, все, что можно было вывезти, все вывезли. И поэтому я думаю, что и наследие Аненерго, естественно, то, что удалось найти, было как-то раскурочено кем. Вот кто больше на этом деле поживился, неизвестно. Эта история умалчивает. Ну и потом, как бы, довольно много все-таки они понаписали, понаговорили, довольно много о них известно. И поэтому исследователи, во-первых, начали заниматься очень серьезно, интересоваться этим делом. Много книг по этому поводу написано. И, соответственно, есть у них преемники и наследники в современном мире, в Западной Европе, в России и где угодно. Однако на финал, не могу же не поинтересоваться вашим мнением. Существует же теория, что часть артефактов, часть своих технологий нацисты все-таки смогли вывезти и вывезли это на территорию Антарктиды. Там как раз во время, ну, нацисты свое внимание обращали на эту территорию и хотели там построить, значит, и полярную станцию. Вот. И туда, якобы, плавали подводные лодки. И вот, расскажите, вот все знают название такое, вот, Новая Швабия, да? Вот что это такое и насколько оно действительно может быть местом того, скопления вот этих артефактов? И мы с вами как-то упоминали вскользь историю про то, что туда ездил и Патрушев в свое время. Можно, да, эту историю еще раз, пожалуйста, повторить? Да, но, естественно, Антарктида, естественно, очень интересное место, потому что, ну, во-первых, Южный полюс, во-вторых, это же огромная ледышка, там два километра льда, и есть, значит, нацисты, конечно, понимали, что вот если надо будет что-нибудь хорошо спрятать, то это идеальное место, потому что холодно, потому что туда трудно добраться, соответственно, естественно, вот туда можно вывезти какие-то самые ценные вещи, отсюда это то, о чем вы сказали. И плюс еще есть теория у исследователей космоса, у исследователей летающих тарелок, инопланетян и так далее, что вообще замечено в Антарктиде какие-то странные явления. И, то есть, грубо говоря, там заметили, что есть какие-то дырки в этом льду, и из этих дырок вроде бы вылетают какие-то летающие тарелки, летают по земле, и потом обратно туда же возвращаются. И вдруг товарищ Патрушев туда на подводной лодке, аж на подводной лодке на атомном ракетоносце поехал по поручению Владимира Владимировича Путина, чего-то туда увез или чего-то оттуда вывез, и за это ему, вот уже тогда пошли случаи, что за это ему секретным указом Владимир Владимирович Путин дал героя России. Это был один из первых секретных указов, но, естественно, нигде он не опубликован, но все почему-то знают о том, что секретным указом Патрушев получил за эту поездку в Антарктиду героя России. Вот, естественно, поскольку все это покрыто тайной, нас это интересует, возможно, он просто отвез туда портрет Путина и закопал его на, я не знаю, пробурили они 500 метров, и он, значит, там, я не знаю, какой-нибудь там ДНК Путина, может быть, он там зарыл в Антарктиде в надежде, что когда-нибудь человечество воспользуется ДНК, чтобы возродить этого титана, человечества, этого великого мыслителя, этого большого. Будем надеяться, будем надеяться, что этого не произойдет, и у будущих поколений не возникнет такой идеи. Спасибо большое, Сергей Олегович, было крайне любопытно. Друзья, сегодня говорили о тайнах спецслужб в контексте изучения мистических и потусторонних наук, и советских, и нацистских. Это вторая серия моего блока спецвыпусков о тайнах мировых разведок. Помогал разбираться нам сегодня экс-шпион, бывший сотрудник первого главного управления разведки КГБ Сергей Жирнов. Спасибо вам огромное. Друзья, оцените, пожалуйста, нашу беседу лайком, подпиской на YouTube-каналы Сергея Жирнова, Дмитрия Гордона, Олеся Бацман, в гостях у Гордона. И прямо сейчас, если вдруг у вас будет еще время после того, как вы посмотрите беседу Сергея Олеговича с генералом СВР, посмотрите первую серию спецвыпуска о тайнах мировых разведок с Григорием Тамаром, офицером армии обороны Израиля. Говорили о Массаде, а уже скоро выйдет выпуск «Все тайны главного разведчика Израиля Эли Коэна». Тоже не пропустите. Спасибо большое, Сергей Олегович, спасибо, что смотрели. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем пошуки одразу трех зниклих дітей из родины Власовых. Мова про двоих братиків Дмитра та Артема та їх сестрички Софії. Про зникнення дітей мені розповіла їхня рідна тітка. Це саме вона на фото із детьми. Пані Олена вже років 10 живе в Іспанії, але регулярно підтримувала зв'язок із своїм братом та племінниками. Жінка розповіла, що її рідні жили у місті Маріуполь в дев'ятиповерхівці на вулиці Курчатова, 61. І востаннє виходили на зв'язок за день до початку повномасштабної війни. Мы разговаривали последний раз 23 февраля и все. Я не знаю, что с ними произошло. Я ищу, ищу вайбер и телеграм. Не знаю, не знаю, где мне их найти. Уявіть, вже більше року пані Олена нічого не знає про долю своєї родини, тому дуже просить допомогти відчукати рідних. Ось це її брат Сергій Власов разом з своїми синами Артемом та Дмитром. А ось це фото їх сестрички Софії. Дітей виховував лише батько, бо його дружина померла від важкої хвороби ще у 2014 році. Маленькій Софійці тоді було лише два роки, і вона дуже важко перенесла втрату мами. Через це у неї і досі є певні психологічні порушення та проблеми із розвитком. Дівчинка дуже погано розмовляє. Вона вважає мене мамою. Я думаю, плачу, я не можу. Виглядає Софія зараз на років 10, а її братики Артем та Дмитро на 12 та 14 років. Ліворучна фото у зеленій футболці – Артем, а посередині у сірій ковтинці – Дмитро. Нагадаю, що мешкала родина Власових у Маріуполі на вулиці Курчатова, 61. Їх багатоповерхівка вціліла після обстрілів, але у будинку повибивало шипки. Тож не виключено, що під час бомбардувань батько разом із дітьми ховався у підвалі чи десь у бомбосховищі. А потім, можливо, кудись переїхав. Пані Олена, перебуваючи в Іспанії, якимось дивом з'ясувала це і навіть зуміла вийти на зв'язок із своєю знайомою у Маріуполі. Ця жінка розповіла, що бачила дітей цілими та неушкодженими на початку травня. Моя подруга, вона з ними працювала. Учительниця їх. Коли я з нею розмовляла, я знайшла її, вона говорит, у нас немає ні зв'язки, ні світу, ні нічого. Говорить, добре, що ти мене знайшла. Написала в Фейсбуці. Вона розповіла, я в останній раз їх бачила в маці, і все. Якийсь автобус ввез їх, і все. Отже, знайома пані Олени з Маріуполя бачила Артема, Дмитра та Софійку на початку травня минулого року. Дітей начебто посадили у якийсь автобус, та от куди він поїхав – невідомо й досі. В якому направлінні ми не знаємо. Моя подруга точно теж не знає. Ми не знаємо, де він, що він. Я не знаю, що може відбуватись. Малюсенькі, малюсенькі. Я переживаю за діток. Я розумію, що в Маріуполі зараз не транслюють українські телеканали, та, можливо, хтось з місцевих бачить цю програму у соцмережах. Тому дуже прошу, якщо хтось знає, куди могли вивезти дітей, або ж хтось знає, де зараз можуть перебувати Софія, Дмитро та Артем, чи їх батько Сергій Власов, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-300. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості вийти на зв'язок телефоном, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини також у Маріуполі. Це 14-річний Віктор Худошин. Востаннє хлопець виходив на зв'язок аж 1 квітня 2022 року. Тоді він лишався у місті, і ситуація там була вкрай напруженою. З тих пір минув вже майже рік, і про дитину більше не було жодної звістки. Якщо хтось раптом бачив Віктора Худошина, чи знає, де він може перебувати зараз, терміново набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-300. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.